Доказ Евгением Кисельовым. Сегодня о 22 на канале Украина 24. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. И сегодня я расскажу вам о самых важных и самых интересных событиях недели за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь тут. Главной темой сегодняшнего выпуска станет, конечно, ситуация вокруг Беларуси, где всю неделю быстро нарастала степень какого-то абсолютно нездорового безумия. Но начнем мы сегодня, однако, с Франции. Знаете, в последнее время меня все сильнее заботит ситуация в этой стране. Там, конечно, все намного лучше, чем в Беларуси, но траектория развития Французской Республики как государства лично у меня вызывает очень большие опасения. Недавний опрос общественного мнения, проведенный главной, наверное, французской газетой Le Figaro, свидетельствует о том, что резко изменились настроения политические французы в последнее время. Закадычная подружка Владимира Путина, лидер ультраправого национального движения Marine Le Pen, впервые вырвалась вперед по популярности среди всех претендентов на пост президента. В случае победы она собирается вывести Францию из еврозоны, закрыть границы и выйти из Шенгенского соглашения. Членство в НАТО тоже под большим вопросом в случае ее победы. Ну и, конечно, она собирается снять все санкции с Российской Федерации, поскольку Путин, как я сказал, выше ее друг. По одному очень важному показателю Le Pen уже оставила позади своего главного политического соперника, действующего президента Франции Эммануэля Макрона. В первом туре ее готовы поддержать уже 30% респондентов, его же всего 28%. Либеральные противники Le Pen говорят, что ничего страшного в этом опросе как бы нет, так как во втором туре Макрон все равно ее побеждает. 54% за него против 46% за нее. Разница в 10% это действительно довольно много для любой западной демократии. Точнее, это много лишь на первый взгляд. В 2017 году все тот же Макрон победил всю ту же Le Pen во втором туре из президентских выборов с разницей аж в 32%. То есть за последние годы 22% она уже сумела у него отбить и быстро улучшая свои электоральные показатели. В этом Марин Le Pen и ее партии очень помогает относительно новое для Франции явление – новостной телеканал CNews. Его отличие от конкурентов заключается в том, что журналисты и обозреватели не стесняются затрагивать самые острые и самые спорные для Франции темы. Такие, например, как этническая преступность и религиозные отношения во французском обществе. CNews дает слово таким людям, как, например, публицист Рик Зимур, который прямо в телеэфире порой говорит, что большинство торговцев наркотиками – это чернокожие и арабы. Он также, например, заявляет, что мусульмане, как он говорит, проводят политику колонизации Франции, вытесняя оттуда местных жителей. О детях мигрантов Зимур как-то раз высказался в таких выражениях, что его местный суд даже оштрафовал за разжигание розни. В общем, этот человек плевать хотел на политкорректность. Он говорит то, что хочет и то, что думает. За это во Франции, надо сказать, многие его действительно по-настоящему ненавидят. Но простым зрителям его выступления в телевизоре очень нравятся. Люди устали от того, что политики, журналисты во Франции постоянно делают вид, что некоторых проблем просто не существует в природе. Зимур, другие его коллеги и весь телеканал CNews заявляют, что ничего не прячут и говорят все прямо, все как есть. Поэтому, собственно, их популярность сейчас там быстро растет. Одновременно растет и популярность партии Лепен, которая пропагандирует очень похожие взгляды и идеи для французов. Мне вот со стороны, глядя на все это, мне эта вся ситуация напоминает 2015 и 2016 годы в США, когда там взошла политическая звезда Дональда Трампа, бывшего уже президента. Он тоже тогда не стеснялся предельно откровенно говорить о темах, которые считались для американских политиков запретными, табуированными, неудобными и так далее. При этом главным союзником Дональда Трампа в этом был американский новостной телеканал. Только не CNews, а в этом случае Fox News. Комментаторы Fox тоже очень любят разговоры о вторжении мигрантов, об этнической и расовой преступности, о закате западной цивилизации под напором варваров, ну и так далее. Всем эти известны темы. И хотя в 2015 году в победу Дональда Трампа почти никто не верил, в 2016 году он победил, а в 2017 стал президентом своей страны. Франция сейчас почти дословно повторяет этот же самый путь. Мне это кажется очень опасным, причем не только для французов, но и для нас с вами. Дело в том, что возможная победа Марин Ле Пен будет означать раскол и распад единой Европы, такой Европы, как мы ее знаем сейчас. Ее ослабление и как следствие усиление путинской России. Нам этого всего, конечно же, не нужно. Многие французы тоже не хотят такого развития событий для своей родины. Они говорят, что нужно запретить каналу CNews работать в нынешнем режиме с нынешними комментаторами и пропагандировать нынешние идеи. Но я считаю, что это было бы очень плохим решением. Не надо ничего запрещать. Намного правильнее и остальным французским политикам начать серьезные разговоры о нелегальной миграции и о других проблемах с расовой, с религиозной, с этнической подоплекой. Такие проблемы объективно все-таки существуют. И избиратели, как мне кажется, всегда будут поддерживать тех политиков, кто не боится этого признать. К сожалению, сейчас это пророссийская партия Марин Ле Пен. Но я надеюсь, что ситуация в этом смысле к выборам все-таки изменится. Даже Макрон сейчас признает необходимость бороться против религиозного экстремизма, цветущего порой среди мигрантов. Действующему президенту Франции нужно срочно сломать электоральную тенденцию, которую выводит Ле Пен в лидеры. Иначе на выборах 2022 года он действительно может проиграть свои соперницы с ультраправой и пророссийской партией. В 2020 году Дональд Трамп проиграл выборы президента США. Хотя, кстати, он до сих пор отказывается признать это поражение. Его кампанию особенно сильно тогда подкосила пандемия коронавируса и связанный с этой пандемией экономический кризис. Если бы не они, то Трамп и сейчас бы, наверное, жил бы в Белом доме. Но американцы не простили своему президенту ошибок, которые он допустил при борьбе с пандемией в 2020 году. Главная из этих ошибок состояла в том, что Трамп до марта 2020 года просто отказывался признать наличие эпидемии. Он знал, а разведка ему доложила, что болезнь настоящая, она очень опасная. Но на публике он всем говорил, что вирус пустяковый, что пандемия это выдумки, что скоро все будет хорошо, само собой как-то рассосется. Но хорошо не стало. Из-за глупых решений бывшего президента по статистике в США от коронавируса погибло даже больше людей, чем в Индии. Больше всех в мире погибло. В результате любые слова Трампа о коронавирусе стали в американском обществе восприниматься просто как чушь и как пропаганда. Поэтому, когда он заявил, что вирус ускользнул из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, все решили, что Трамп просто хочет спихнуть вину за свое бездействие на Китай и на китайские власти. Но лабораторная версия происхождения вируса в США из-за этого была объявлена уделом расистов, трампистов и конспирологов. Главной стала зоологическая, так сказать, версия о поедании летучей мыши. Однако, по мере событий, многие люди стали обращать внимание на то, что Китай как-то уж очень подозрительно активно подчищает любую информацию о первых днях и неделях эпидемии. Китайцы ввели жесточайшую цензуру по этой теме. Нескольких людей они посадили, нескольких выслали из страны, имеется в виду, конечно, иностранцы, и даже ввели санкции против Австралии, которая посмела задать очень неудобный для Китая вопрос относительно начала эпидемии. Но кое-какие-то данные через вот эту стену молчания все-таки стали проникать наружу. На этой неделе американская газета Wall Street Journal, очень авторитетное издание, написала о том, что сразу трое сотрудников Института вирусологии в Ухане примерно за месяц до начала эпидемии в 2019 году тяжело заболели, подхватив некую неизвестную тогда респираторную инфекцию. Судя по тому, как они болели, вот эти три человека, и какие у них были симптомы, вполне вероятно, что они стали первыми людьми, заболевшими тогда еще безымянным ковидом-19. Американцы начали понимать, что тут что-то, знаете, не клеится. Послушайте, что по этому поводу сказал в США главный человек по ковиду Энтони Фаучи, советник президента США. В Белом доме напомнили, что недавнее международное расследование истоков появления ковида, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения в Китае, было сделано, как бы сказать, спустя рукава и не дало вообще никаких точных результатов. Специалисты тогда показали, что утечку вируса из лаборатории в Ухане они считают крайне маловероятной. Но, в принципе, им не хватила информации для более определенных выводов. Собственно, это и есть все выводы, точнее, полная неопределенность. Этой ситуацией и решил воспользоваться сейчас президент США Джо Байден, у которого уже сейчас идет, в общем, холодная война против Китая. На этой неделе он поручил американской разведке за 90 дней, он прямо отвел такой срок, 90 дней, все-таки выяснить, откуда взялся этот вирус, который потряс всю нашу планету. Послушайте официальное заявление Белого дома по этому поводу. Президент попросил розвитку подвоить свои усилия зі збору та аналізу информации, яка могла б наблизить нас до остаточного висновку, и доповести ему протягом 90 дней. И мы продолжим тиснуть на Китай, чтобы взяться участие в открытом международном расследовании, что базируется на реальных данных с необходимым доступом до витоков вирусу, который забрал более 3 миллионов жителей у всему света. Судя по словам этой действительно замечательной и прекрасной дамы, Байдена больше не устраивает расследование Всемирной Организации Здравоохранения, выводы этого расследования. Теперь американский президент хочет провести свое американское расследование. Кроме того, президент США почти не сомневается в том, что это китайцы упустили вирус из своей лаборатории. Честно говоря, их поведение действительно косвенно, непрямо, неявно, но подтверждает эту версию. Китайцы, например, категорически отказываются провести еще одно полноценное расследование и предоставить международному сообществу доступ к любой информации о начале эпидемии. При этом Пекин говорит, что не хочет оказаться в положении Ирака в начале 2000-х годов. Помните, американцы тогда искали в Ираке следы создания ядерного оружия или химического оружия, ничего не нашли, но потом все равно начали войну, ложно обвинив Ирак в попытках спрятать свою военную программу по созданию оружия массового поражения. Китайцы говорят, что сейчас ситуация очень схожая и американцы готовят им что-то подобное. Международные эксперты из СПОК неодноразово высоко оценивали открытость и прозорость Китаю. Однако, дехто у США, закрываючи очи на факти, науку та сумнівное вивчение, походжение та некомпетентную реакцию вдома, продовжує вимагать додатковых расследований в Китае. Это демонстрирует, что США не интересуются фактами или правдой, и не имеют зацикавленности в серьезном науковом исследовании походжения вируса. Их задача – использовать пандемию в политических манипуляциях. Винят, в общем, американцев во всем. Но я тут только одного не понимаю в китайской позиции. Если они так уверены в своей, в китайской правоте, то почему у них вся информация о начале эпидемии содержится под грифом «секретно»? Ответа на этот, в общем, простой вопрос, который возникает постоянно. Никто не может получить во всем мире. Но американцы, похоже, все-таки собрались докопаться до истины. Наша позиция полягает в том, что нам нужно дойти до сутки этого, и нам нужен полностью прозорый процесс с боку Китая. Нам нужна ВООЗ, которая поможет в этом вопросе. Нам нужно дойти до сутки, независимо от того, какую ответственность получаем. И это пріоритет для нас ныне. Чиновники, дипломаты, медики и даже военные в США сейчас говорят, что им нужно понять все-таки, откуда взялся вирус, чтобы больше ничего подобного в мире никогда не повторилось. Звучит логично. Давайте разберемся, откуда вирус, чтобы не допустить этого в будущем. Но нереалистично это звучит. Дело в том, что утечки суперопасных микробов, как вирусов, так и бактерий, из лабораторий самой высокой степени надежности случались уже много раз. И чума, и сибирская язва, и даже черная оспа несколько раз вырывались из лаборатории даже в США, и даже в Великобритании. Я уже молчу о менее развитых странах. Такие утечки обязательно будут случаться и в будущем, так как техника порой ломается, а людям все равно свойственно совершать ошибки, какими бы они профессионалами ни были. Кто-то руки не помоет, кто-то не ту кнопку нажмет, кто-то в носу поковыряется. Ну и вот и все, привет, все человечество начнет превращаться в огромную армию зомби. Была бы моя лично воля, я бы во всем мире уничтожил образцы всех опасных бактерий и вирусов, чтобы полностью исключить возможность их утечки. Изучать эти бактерии и вирусы все равно можно будет, поскольку остаются компьютерные модели этих самых вирусов. Никакой проблемы изучения научной деятельности в этой сфере не составит. Но правительства всего мира хотят обладать этими высокоопасными вирусами и бактериями просто на всякий случай. Вдруг придется их пустить в ход в случае какой-то войны или еще другой неприятной ситуации. Поэтому американцы сейчас хотят не столько ликвидировать полностью опасность распространения любых вирусов, сколько поставить Китай к позорному, так сказать, столбу, приковать его туда. Байден хочет показать, что это китайцы виноваты в начале эпидемии, что им, китайцам, нужно адресовать все претензии от всех недовольных во всем мире. Вероятно, Байден также надеется, что весь мир сейчас завалит китайцев судебными исками, если выяснится, что вирус действительно сбежал из этой злосчастной лаборатории в городе Ухань. Таким образом, эта эпидемия из медицинской и экономической проблемы уже сейчас превратилась в политическую и дипломатическую, став таким образом одним из главных фронтов глобального противостояния между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Впрочем, сейчас у этих стран назревает еще несколько конфликтов. На этой неделе резко обострилась ситуация в Мьянме, в самом центре Юго-Восточной Азии. Мьянма обладает важнейшим стратегическим расположением, так как граничит с Индией, с Китаем, с Лаосом, с Бангладеш, с Таиландом и еще омывается водами теплого Индийского океана. Кто контролирует Мьянму, тот, по сути дела, контролирует и весь этот важнейший регион мира, то есть всю Юго-Восточную Азию. Как вы помните, наверное, зимой власть в Мьянме захватила прокитайская военная хунта, которая свергла прозападно-демократически избранное правительство. Однако почти все население страны отказалось принимать новую власть и выступило против военной хунты. Кто-то стал выходить на митинги протеста, кто-то сейчас участвует в общенациональных забастовках, ну а кто-то взял в руки автомат и пошел в партизаны. Одним из новых бойцов за свободу на этой неделе стала Хтархетхет, тренер по спортивной гимнастике, ей 32 года. В Мьянме она, помимо всего прочего, известна тем, что ранее работала моделью и даже была королевой красоты в своей стране, представляя ее на разных международных конкурсах красоты. Хочу выразить этой даме свое глубочайшее уважение. На моей памяти это первая королева красоты, которая ради светлого будущего и своих убеждений ушла в партизаны. Ее поступок, знаете ли, так вдохновил восставших, что дела у них на этой неделе сразу же пошли в гору. Они сумели провести сразу несколько успешных военных операций и освободили от войск диктатора несколько небольших городов и села в джунглях, а также ликвидировали десятки бойцов местного аналога ОМОНа. Как выяснилось, вот мьянский полицейский спецназ хорошо умеет только бить и сажать безоружных демонстрантов. Но вот в реальном бою, как, наверное, и по всему миру люди этой профессии, ничего не сумели противопоставить повстанцам во главе с королевой красоты. Одновременно с этим западные нефтегазовые компании заявили о постепенном сворачивании своих деловых контактов с захватившей власть военной хунты. Я думаю, что это было сделано под давлением со стороны западных стран, которые хотят устроить военным в Мьянме экономический прессинг, чтобы поскорее скинуть их власть и вернуть страну назад к демократии. Еще один очень интересный процесс начинается сейчас за границами Мьянмы, но непосредственно касается этой страны. В Лондоне посол Мьянмы, назначенный старым демократическим правительством, отказался освобождать посольство и резиденцию посла для нового посла, представляющего уже военную хунту, которая там сейчас в феврале захватила власть. Теперь эти два дипломата, два посла судятся в лондонском суде за право называться единственным послом Мьянмы в Великобритании. Друг друга эти товарищи называют нелегитимными. И я думаю, что, наверное, отчасти они оба в каком-то смысле правы. Но все эти новости вместе свидетельствуют о том, что Запад не собирается просто так отдавать Китаю важнейшую страну Юго-Восточной Азии, самое сердце этого региона. Давление на хунту растет. И пропагандистское давление, и военное, и экономическое, и дипломатическое. Но я думаю, что для успеха Западу все равно надо быть более решительным и начинать оказывать повстанцам в Мьянме настоящую реальную военную помощь. Начать можно было бы хотя бы с объявления над этой страной бесполетной зоны. Это лишило бы правительственные войска полного контроля в воздухе и полного превосходства в воздухе, и дало бы повстанцам возможность собрать в кулак большие силы для проведения каких-то больших, серьезных операций с многочисленными участниками. Впрочем, я думаю, что все это будет сделано в недалеком будущем. Сейчас же у Запада появилась еще одна очень большая проблема, которая называется Беларусь. Бывший президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе, судя по всему, окончательно обезумел. Он сначала угнал европейский пассажирский самолет, чтобы арестовать своего личного врага, 26-летнего Романа Протасевича из телеграм-канала «Нехта». Вот послушайте, как он сам об этом объявил. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. А если бы вдруг, нам что, мало Чернобыля? Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Остановитесь! Это «Остановитесь» звучит, конечно, особенно приятно и интересно для украинского уха. Конечно, все то, что говорит Лукашенко, это бред и поток сознания. Людей подверг риску именно он, когда, собственно, отправил боевой самолет, истребитель МиГ-29, угрожать пассажирскому и заставить его приземлиться на аэродроме Минска, а не Вильнюса, как это планировалось изначально. Вот этим направлением боевого самолета Лукашенко пересек уже все возможные границы для мирового сообщества. Европа, будучи в абсолютном шоке от произошедшего, объявила, что больше не будет пытаться перевоспитывать Лукашенко, и что с ним отныне будут говорить только на языке санкций. Европейский Союз уже закрыл свое небо для белорусской гражданской авиации, и потихонечку начал обсуждать закрытие наземных границ с Белоруссией для движения самых разных товаров и услуг. Такая мера привела бы к коллапсу белорусской экономики, причем очень быстро, поскольку белорусская экономика живет во многом за счет именно транзита грузов между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Пострадает не только простой народ от введения запрета на такой транзит, но и соратники Лукашенко, которые, собственно, и контролируют транзитные потоки, в том числе контрабандные. Речь идет о знаменитых белорусских креветках, лососях и так далее. Без денег от контрабандных потоков и вообще без всех этих денег восстание против диктатора может начаться уже среди представителей белорусской так называемой естественной элиты. Оказавшись перед лицом экономической катастрофы и потери лояльности своего окружения, Лукашенко немедленно отправился на поклон к Владимиру Путину в Сочи просить денег, а также пугать российского президента о революции. Посмотрите, как они там в Сочи встретились. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали, как и договаривались. Мы договорились об этом еще до очередного витка. С плеской эмоций. Да, с плеской эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить. Главный сакраментальный вопрос сейчас, конечно, это звучит так. Чего от этой встречи, неловкой встречи ждет Владимир Путин и чего ждет Александр Лукашенко? На мой взгляд, Путин сейчас будет добиваться того, чтобы Лукашенко, тихо, мирно и спокойно оказавшись в полной изоляции, передал ему, Владимиру Путину, всю власть над своей страной, над Белорусью и сдал суверенитет старшему товарищу. Но Лукашенко, конечно, добиваться будет только получения денег, потому что никакой другой повестки дня перед ним, конечно, не стоит. Собственно, об этом, как я предполагаю, в Сочи сейчас и будут вестись самые жаркие споры. Точнее, уже велись, потому что президенты России и Белоруссии встречались и вели переговоры более пяти часов. Сакраментальный, конечно, вопрос звучал, даст ли Владимир Путин денег. Я думаю, он даст денег только в том случае, если Лукашенко пообещает каким-либо образом сдать ему, Путину, суверенитет в Белоруссии и фактически продать свою родину. То есть Путин будет требовать от Лукашенко, чтобы тот продал родину. Сейчас ситуация в белорусской экономике настолько тяжелая. Сейчас уже некоторые лидеры, чиновники и топ-менеджеры белорусских компаний начинают жаловаться даже на подлость Запада и на попрание всех норм демократии, разговаривая о тех санкциях, ведя речь о тех санкциях, которые западные правительства вводят сейчас, ну, например, против белорусской авиакомпании БелАвиа. То есть какой-то эффект от введенных западных санкций белорусское руководство уже ощущает. Нехватка денег совершенно очевидно становится проблемой для белорусской экономики. Однако пока в целом белорусская экономика пока еще остается на плаву. Никакого развала и уничтожения и полного ада там не наблюдается. Но тут надо, конечно, сказать, что Европа еще не подошла к введению самых жестких санкций против белорусской экономики, которые она, Европа, теоретически могла бы ввести. Речь идет главным образом о экспорте белорусских удобрений, о введении запрета на любые операции с белорусским госдолгом на внешних рынках, а также самый, конечно, главный, самый болезненный удар по белорусской экономике прошелся бы в том случае, если бы Европа запретила действительно транзит любых товаров со стороны Европейского Союза в Российскую Федерацию и обратно. В этом случае, например, остановился бы нефтепровод «Дружба», по которому идет достаточно большая часть всей российской нефти на Запад. В этом случае Беларусь утратила бы колоссальные деньги, которые не были бы получены в результате оплаты транзита вот этой самой нефти. В том случае, если вот такой запрет на транзит действительно состоится, все белорусские силовики и другая элита будут вынуждены выбирать, готовы ли они будут жить в условной Северной Корее. Без денег с властью, власть у них останется, но денег у них не останется. У них будет вместо денег постоянные кровавые чистки в сталинском стиле, концлагеря и нехватка еды, нехватка денег и всякое такое неприятное. То есть настоящую Северную Корею им предлагает Лукашенко, но при сохранении власти. Либо им придется все-таки выбирать европейскую жизнь, но отказываться при этом от Лукашенко, попытаться его каким-то образом скинуть. На мой взгляд, построить в Беларуси настоящую Северную Корею сейчас уже практически невозможно, поскольку белорусское общество успело пожить в более или менее европейских условиях. Белорусы, в том числе даже и силовики, сумели насладиться возможностью ездить за границу, покупать себе нормальную еду и отдыхать в нормальных странах. Поэтому вряд ли они сейчас пойдут по тому пути, который им предлагает Лукашенко, в смысле строительства настоящей Северной Кореи в своей стране. Конечно, мы на 100% не можем это утверждать. Может быть, Лукашенко настолько сильно уже захватил их разум, что они не смогут сопротивляться и действительно стройными рядами пойдут в северокорейский концлагерь, который собирается строить в Беларуси сам Лукашенко. Но все-таки, я думаю, при возможности выбора они все-таки выберут убрать Лукашенко. На этом, как мне кажется, и строится весь расчет всей белорусской оппозиции. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами Сила и пока-пока.